всем привет всех с праздником тех для кого это праздник и те кто действительно этого достоин я поэтому и написал у себя на странице всех достойных я имею ввиду я не поздравляю тех идиотов которые зигуют всякие мото и автопробеги устраивает поддержку и свои прочие блевотины поэтому я прям обозначил все мою позицию знают и я им сообщил еще год назад что посещать больше эти мероприятия 28 мая не буду хотя это конечно дико обидно потому что больше 40 лет и не пропустил ни одного праздника но время такое к сожалению в умах и на улицах прям гражданская война людей раскололи рассорили разосрали так что вот так вообще как бы настроение позитивное вчера прошел кубок россии мы провели магнитогорский просто замечательный турнир жара была сумасшедшая но это больше бодрит это больше мобилизует прям больше ресурсов силовых внутренних приходится тратить но это лучше конечно чем был бы дождь потому что на открытой площадке мы проводили и была такая опасность но у нас там был навес там все как подготовлено но тем не менее мы переживали по этому поводу но с 8 утра и до наверно 7 вечера что ли не помню на пекле 29 30 прям жестко но очень хорошо я рад и народу было много больше ста спортсменов где-то там из десяти городов мы еще итоге не подводили салавату привет все прям хорошо прошло на позитиве потом вечером у нас был небольшой банкеток это паста пафосно на разучит ну что-то такое было я потом выставлю там жена снимала видео посмотрим привет одинцову спасибо спасибо сибири привет мы прям сегодня совсем коротко сделаем поскольку я по большому счету я конечно сегодня уже не праздную потому что у меня сил нет мы вчера прям допоздна засиделись два дня подряд я праздновать не умею поэтому ограничимся небольшим стримом если вопросы какие-то будут я отвечу вот спортивный тут какой-то евгений фролов андрей дворец здравствуйте приветствую просто для стрима по какому принципу подбирает нагрузки на тяжелую тренировку то есть где стараетесь добавить повторение килограммах на штанге или варьируется высота бруска ну и высота бруска конечно я такая речь об экипировочном потому что без экипа мы брусок не используем в экипе брусок обязательный и где-то в 90 процентах случаев это 10 сантиметров и крайне редко 5 это в средней тренировке средние тренировки у нас происходит после двух тяжелых тяжелый у нас всегда тяжел tiETRI варьируется с легкими ну то есть схема такая тяжелая легкая тяжелая легкая средняя легкая то есть после двух тяжелых обязательно должно быть средняя потому что практика показать что после двух тяжелых за голова устает и результаты начинает падать ну просто психологический организм устает от больших весов поэтому нужна обязательно перезагрузка это средняя тренировка или на 20 25 процентов она полегче и там на брусок поменьше или она вообще без экипировки там 8 повторений ну какие-то такие средние веса между тяжелой и легкой таким образом это конечно вкратце в двух словах повторение тоже конечно меняются повторение в тяжелую легкую так тяжелую это 5 повторений в легкую это 10 в среднюю если без экипировки то это 8 кстати если вдруг сорвусь то ничего удивительного потому что очень много звонят поздно поздравляют привет нижнему новгороду с праздником спасибо что лучше пить крепкие напитки или вино это ж кому как наталья ну как бы наверное женщине может быть это все дело вкуса я не признаю не то что даже полу какие-то крепкие в принципе с годами я пришел к выводу то что надо пить алкоголь только проверенный а проверенный алкоголь это извините за грубость самогон все остальное все фальшак я ничему не верю даже в то что в duty free я последние годы брал это было какое-то дерьмо поэтому пришел к выводу много-много лет уже ну лет 15 точно только самогон хотя до этого были какие-то свои предпочтения был коньяк там каруазье обязательно или там там водка только смирнов там или там абсолют какой-нибудь там был ну что-то такое прям безыски исключительно самогон причем мне интересно такие как бы искривление сознания мне почему-то нравится именно такой какой-то сивушный вот который такой вот прям прям вот деревенский какой-то них почему-то такой нравится без без привкуса там конь ягоды там что-нибудь такое что туда добавляют какие-то красители как коньяк который называет коньяком то есть тот же самогон добавляет краситель называет коньяком и вот вот эту байду пьют вот я как-то за проверенной тем более в нашей стране сейчас все специалисты сейчас кого сам никогда я не гнал и не умел но любого спроси любой естественно самый лучший это как тот который мед гонит самый лучший мед только у него у всех остальных это подделка не туда сахар сыпят там они обманывают поэтому берите вот только мой то же самое с самогоном каждый считает что он гонит самый-самый лучший там тут две выгонки тут три выгонки тут через уголь тут хрен знает через чё и как бы ну по большому счету я не знаю у меня с кстати с алкоголем такая же история как с химией она перестает действовать вот я вчера пытался выпивать после но я всегда после тяжелых выступлений после соревнований выпиваю сразу же меня прям при себе там лежит сразу выпил и болевые снять и напряжение снять и разгрузиться как перед перегрузиться и вот сегодня болевых вообще нет никаких то есть когда ты после соревнований выпиваешь а когда ты держишь в руках там за 300 килограмм хрен с ним с алкоголем кстати про соревнования у меня ученики прям порадовали по моему трое выполнили литу если я не путаю но прям смк кто-то выполнял в новых экстремальных экипировках вчера был значит где-то у нас больше ста человек участников два потока было в экипе исключительно прям такие приличные полноценные потоки и по-моему четверо что ли тру или четверо пожали на четверо сутки за 300 килограмм 300 и за 300 то есть прям для магнитогорска хоть это и кубок россии но в основном хоть это и много городов но в основном все равно это ближние города какие-то тут рядом которые с нами межгорье там училы белорецкая верхнеуральск там что-то что-то здесь вот который а ну там екатеринбург челябинск само собой все это тут наши областные но все равно порадовало то что прям хороший такой гостей много приехало ребят и википировки вот несколько человек и это конечно радует сейчас вот я сегодня созванивался с колей пышменцем он тоже уже приобрел экипу но она в майами у него пока лежит она еще сюда не приехала но он прям вот петя стричекозин из оренбурга вот оренбург кстати присутствовал прям 8 человек было очень хорошо порадовал всех обошел всех впервые взял майку у димы сорокина из белорецка впервые никогда в жизни не пробовал и сразу же но он в однослой много жал и сразу же начал сжать и сразу же 322 килограмма пожал обошел по коэффициенту всех самый большой вес все-таки уже не не кадра у моего ученика 325 он пожал так что вот прям по становой тяги провели еще и по бицепсу провели но по бицепсу конечно мы были еще не готовы все оказались ленивые правила там отказались но слабо у нас экстремальный был заявлен поэтому так на тяп-ляп но как-то все равно ребята мобилизовались справились сами там посудили каким-то образом я вообще не подходил но как главное что первые шар забросили и посмотрим я надеюсь следующий раз так вот ренат коберов еще межгорье называла и у нас двадцать шестого августа последняя суббота будет турнир памяти моего ученика дмитрия лунёва и он будет еще масштабней хотя это и не кубок россии статус правда не очень там помню ну там и какие-то стартовые какие-то минимальные прям совсем чисто символические будут и там приедет миша кокляев уже точно он подтвердил и будут сцена такая прям наворочена с экранами с красивыми за какие-то бешеные бабки нам ребята спонсоры помогают и в общем вот будет я надеюсь что будет очень хороший турнир так что если желание будет приезжайте тольятти привет не знаю передавала не передавал еще после долгого перерыва в занятиях с каких нагрузок и количество упражнений лучше начинать вновь тренировки ну смотря какой долгий для это разные такие долгие но по большому счету две-три тренировки вполне достаточно чтобы уже выходить там на какие-то веса и не бояться что ты травмируешься но и потом ты же сам отвыкание от весов дмитрий происходит очень быстро поэтому ты сам почувствуешь когда-то уже начал опять выходить на эти веса петя спасибо доброго времени спасибо привет воронежу андрей эдуардович с праздником вас крепко здоровья вас процветание долгих лет жизни больше побед еще спасибо и рад спасибо нижний я уже привет передавал еще раз передаю спасибо александр наталья у нас новостях прошла информация как раз про кубок евразии над писали что семилетняя девочка там заняла первое место толпа естественно в восторге но они-то не знают что из-за евразии там была только российская федерация а соперниц у нее не было так нужно ли в этом возрасте вообще выступать по пауэрлифтингу как-то в одном вопросе наталья 2 во первых почему как бы назвали ну у нас время такое у нас международные старты во всех видах спорта сейчас международные старты это россия и иран хотя могут конечно быть какие-то исключения вот 12 мы будем выступать в санкт-петербурге и там прям силовой экстрим будет представлен как-то по сумасшедшему вообще европа и там по моему там австралия и америка обязательно там еще какие-то страны прям очень-очень много но потому по по этому поводу что никого кроме российской федерации я уже рассказывал неоднократно я повторюсь еще раз мне не лень вот у нас был случай когда после мистера олимпия мы поехали в техас прям сразу же из лас-вегаса взяли машину и поехали в техас ехали там что-то порядка там двух с лишним тысяч километров а у нас неделя была то есть мы выступали в субботу и следующие чемпионат мира в техасе был тоже в субботу и и мы как-то растянули ехали ли дней пять-шесть не спеша туда приехали там участников было человек 200 наверное из этих 200 было 5 иностранцев это были мы которые приехали 5 русских придурков которые попал страны проехали никому не было и не поверить они прекрасно себя чувствуют они назвали турнир чемпионат мира там были одни американцы причем результаты там не особо что какие-то по и пабл да успей да по и пабл турнир как бы и никто не заморачивался сколько там у нас стран а про пауэрлифтинг как будто это вообще говорить пауэрлифтинг всегда был в россии впереди планет все и когда еще мы не были вас в изоляции наш чемпионат россии выиграть это все равно что выиграть европу или мир одно и то же в европе то вообще детские веса всегда были прям смешные я помню 2007 году в германии приехали и там прям диски продавались эти диски animal ну что-то там берлинский зверь он называл сам себя там ну или его называли там у него жим был лучше 310 килограмм у спортсмена этого в 110 категории да а у нас саша третяков начинал по моему что 320 первый подход делал а он прям диски это у них там чуть не национальный герой зверь берлинский сейчас он тут нас всех порвет а для россии это было смешно ну в 2007 я что мало совсем жал ну там вот года через три я уже там 340 350 жал то есть вот а для них это был прям гигант какой-то невероятный поэтому это не показатель сколько там стран приедет они могут приехать сколько угодно но конечно в том положении в котором наш наш фюрер нас загнал мы теперь вообще в полном анусе поэтому на эту тему даже смысла нет говорить а по поводу девочки в этом возрасте выступать по пауэрлифтингу ты знаешь наталья ничего страшного абсолютно то есть если тренер профессионал если родители не идиоты если они будут следить то ничего не будет абсолютно то есть в таком возрасте ну я своего сына младшего вот привел ну не совсем младшего а тогда он был младший потом еще младший вот потом младший пришел вот мой последний младший четвертый он сейчас вот 16 лет сделал мастера спорта международного класса ну не по пауэрлифтингу правда про жиму по жиму но я просто по пауэрлифтингу я не профилирую совсем уже последние 30 лет поэтому я в основном про жиму продвигаю но я точно знаю что вот сейчас еще пару лет и он заплюнет вот он уже занимается лет восемь наверное у меня и он забросит вот сейчас он только отдельно станет жить только чуть-чуть повзрослеет сейчас вот ему уже 17 вот он чуть-чуть повзрослеет и он пошлет этот спорт точно так же как сделал мой сын а я его водил с 89 лет он выступал вот 2009 это была англия чемпионат мира он меня уже выступал ему было 10 он уже в англии на чемпионате мира выступал причем там огромное какое-то количество справок там мы собирали расписывали все международные федерации российская федерация английская федерация родитель я расписывались что мы берем на себя ответственность но ничего прошло время он выступал он арнольд классик два раза у меня выигрывал чемпионаты мира там раза три-четыре не знаю пять лет фиг его знает россию по-моему раз 7 выигрывал ну так в одного естественно типа как эта девочка потом пришло время перед армией он ушел полностью в ммм в мм а в бокс с армии пришел вообще забыл вот сейчас он он все по кулачке мечтает выступать вот ходит бьет по груши то есть придет время надоест это родителям играться детям как бы девочку куда не приведи главное чтобы ей понравилось очень важно атмосфера еще вот коллектив она должна идти там и чему-то там кроме того чтобы поднимать это железо на еще чего-то там набирается скорее всего там папа рядом есть и она хочет в виду возраста находиться рядом с папой и она ходит так же как мои дети они все занимались ради того чтобы быть рядом со мной я даже их и не напрягал говорил мне нравится еди нахрен ну к последнему это не относится но последний как бы он специфичный у меня такой сам по себе ему как бы руку с горло убирать вообще нельзя то есть надо периодически сжимать это горло чтобы не расслаблялся поэтому я в этом ничего плохого не вижу то что он то что девочка занимается ради бога пускай занимается чем хочешь она потом это просто такая маленькая маленькая галочка такая будет потом в жизни я когда-то занималась спорта я когда-то вот что-то вот это вот это или вот это сделал как у меня жена когда-то было там кем-то чемпионкой мира там почему-то там по фитнесу там по бодибилдингу была был был такой момент в ее жизни также у этого ребенка здравствуйте служили служил я погран войсках на китайской границе и погран десанте старшина прошлом сантом взвода это тогда было значит как горячая точка считалось тогда еще не было такого понятия тогда еще никто не знал афган только-только начинался здравствуйте как вам последний бой саши емельяненко ну сергей как и все предыдущие это какой-то такой стрима какой-то я даже уже не помню точно я сегодня даже мне показывали еще этого ивана этого недоношенного 3 3 3 родили как бы там как они там говорят старший умный был детина средний было так и сяк младший вовсе был дурак вот потом такая там оба там все трипом уронены немножко на голову ну вот мне кажется это не тот персонаж кто-то зарабатывает на этом деньги причем так открыто нагло уже им уже ну я думаю следующий бой на расхазбиком бы валера эдуардович привет смотрели титаны и ваши мне по поводу проведения в новом формате без экипы не видел валерок с своему стыду не смотрел но по большому счету и не сильно к стыду пауэрлифтинг я не особо отслеживаю особенно фпиеровский как-то мне вообще ровно андрей дуальш привет вам из белорецка всей душой с вами спасибо продолжать свою деятельность мир спорт май хотя я не коммунист я тоже хотя когда-то был спасибо александр с праздником нижний новгород сегодня какой активный спасибо здравствуйте несколько большую на сколько большую роль играет правильная питание пауэрлифтинге я не думаю что прям какую-то это не бодибилдинг конечно бодибилдинге это все это 80 процентов это питание 20 процентов это тренировки в пауэрлифтинге я думаю наоборот или совсем ноль ну понятно чтобы если прям сильно сильно профессионально и если сильно на эту тему заморачиваться я им абсолютно нормальное питание хотя катя прям следит за питанием за этими калориями он молотит там это творог какой-то такой какой-то белково-углеводную ну прям считает подходит к этому очень профессионально ну и она и выглядит наверно получше меня поэтому кому как хочется я думаю что достаточно хорошего борща чтобы нажраться и потом идти и тренироваться то есть спортпи то я не верю совсем ну может быть креатин в виде исключения знаю много людей федерации уточнять не буду ни на которые два месяца позанимались сходили на соревнования и получили гордый титул обладатель кубка мира европа результат такой неважно за нормальные спортсменов обидно далее кто такие нормальные спортсмены объясни вот для меня с твоей колокольни нормальный спортсмен это тот который федерации пауэрлифтинга россии относится то есть почему он нормальный потому что федерация пауэрлифтинга россии зарегистрирована в минспорте но при этом федерация россии вышвырнута из всех абсолютно международных сообществ и международной федерации ее нет она в полной изоляции совсем сейчас гораздо хуже чем альтернатива но как же у нас же государство должно признать это я из и хочу сказать что это исключительно совковая херня один вид спорта должны признавать только один только вид спорта хотя нарушение полно прям полно где признают и несколько федераций но у нас вот так пока и к слову я хочу сказать у нас есть два инициатора это андрей репницын и саша хаммер вот они сейчас продвигают и я думаю что они вам принесут сюрприз и мне тогда будет очень интересно когда зарегистрируют все федерации в огромных количествах вот это альтернативное которые они приз они там какое-то огромное количество представили вот этих всех дивизионов и направлений и вот они зарегистрируют их тогда вообще о чем будет говорить где вот эти вот настоящие спортсмены где ненастоящие они же говорят у нас прям вот корочки у нас у нас корочки краснее у нас блины прям тяжелее и все такое прочее но по большому счету это глупость абсолютная глупость это точно так же как футбольные фанаты собираются цска там и там зенита какого-нибудь или спартака и начиная или там неважно манчестер юнайтед там и или челсик он и начинает обсирать друг другу да вы то у вас там то да у вас то а у нас вот то а у нас вот то это тоже самое каждый сидит своей песочнице каждый ее нахваливает какая нахрен разница вот у кого какие титулы вот эти титулы вот я честно скажу я не считаю сколько там я раз выиграл чемпионат мира ну точно больше тридцати да причем не обязательно в россии минимально в россии больше наверное в америке все-таки ну и там и финляндия и англия там и все на свете было и по многим версиям мне от этого не тепло не холодно мне вот ничего не прибавлять вот никаких орденов у меня нету ничего видите не висит ничего как бы не если я помру никто с подушечками с моими медалями перед громом идти не будет просто знают люди вон занимается вон там чемпион мира а какого вид спорта ну какого-то чё-то там железом связано все а вот это вот мелкая вот это вот а вот он такой это исключительно вот песочница это только тех кто в этой песочнице сидит а нас такое маленькое количество маленькая по сравнению многослойным вот этим вот обществом с миллионом вот этих вот а где где-то стоматологи вот точно так же бьются между собой прям грызутся и морды друг другу готовы набить потому что вот этот лупит этот там вот этот делает пломбы там с какой-нибудь корейской там с каким-нибудь корейским цементом а это а вот у нас у нас германский вот такая же абсолютно это из той же самой серии кто там как называется у кого зайти в каждую в любую кабинет в любой неважно какой чиновника спортсмена там хоть кого у него там куча сертификатов дипломов грамот кто это читает кроме него самого кому нахрен он нужен вот завтра он помрет придут новые арендодатели или родители там придут по сниму ну или дети поснимают и уберут нахрен на антресоль или выкинут вообще все все закончится а вы живете эту маленькую крохотную жизнь и все друг с другом там пиписками меритесь вот надо на спортивных этих мериться пиписками вот вчера охрененная заруба была я такой кайф получил от того что я смотрел как ребята вот мои ученики вот ученики жени карякина там с оренбурга вот как они рубились вот это было прикольно и причем так все шутками со злостью такой друг друга подкалывают там что-то смотрят кто сколько этот заявил сколько этот заявит так вот так увлеклись в или то все понахреначели или то есть самый потолок у нас атак обидно кому каким нормальным спортсменам обедом нет никаких нормальных спортсменов для меня вот вы по обиду не ненормальный спортсмен и потому что они крепостные ну и то вообще уже уже не достойного уважения то что спортсмену Говорят, вот здесь ты можешь выступать, а здесь ты не можешь выступать. У меня вчера, больше чем из ста спортсменов, я уже не буду, огромное количество спортсменов, которые выступают и просят их никуда не записывать, и не фотографируются, и не поднимаются на сцену, и не хотят, чтобы всякие Козелевы или Мразевичи их отследили, их дисквалифицировали. Сука, из организации, которые вообще никаким богом, ни денег, ни славы, ничего вообще не дает. Ни пенсии, ну не на пенсию они раньше не выйдут, никуда совсем. Но они боятся, потому что за ними следят. Им сказали, нельзя на этих турнирах выступать. Почему, блядь, нельзя? Ну, елки-палки. И все это знают, даже дети выступают и такие, а нам вот тренеры там сказали, запретили, а мы хотим выступать, а мы хотим удостоверение получить, там КМС-а какого-нибудь там, а я вот сделал, а мы не можем тебе дать, потому что в протокол мы тебя не вписываем. Это маразм, совковый наш. Понимаете, что этого блядства нет ни в одной стране нормальной. Я про нормальные страны говорю. На Западе такого нет. Они даже не понимают, что это такое. Что такое там нельзя. Как нельзя? В смысле нельзя. Вот я рассказывал про чемпионат мира в Техасе. Они приходят с семьями, с детьми, а вот им раз, они такие придут, и им скажут, скажут, вы там мужа не фотографируйте, а то его дисквалифицируют. Они вообще не поймут даже, о чем речь. Дурость. С праздником! С праздником! Под нормальным спортсменом понимаю спортсменов, которые имеют цель показать высокие результаты и показывают, в отличие от тех, кто с улицы пришел, пожал и стал великим чемпионом сразу. Ну так он будет великим чемпионом среди кого? В собственных глазах будет. Ну ради бога, в глазах собственной жены. Это тоже немало. Я вот сегодня записывал с Линой как раз этот микромир семьи Полей. Мы сидели там в торговом центре и как раз записали. Не знаю, там со звуком что-то не очень было. Вот то же самое, та же самая мысль, что... Все, я сбился с мысли. Сбился, что хотел сказать. А, то, что мужчине нужны победы. Вот я про что хотел сказать. Мужчине нужны победы, неважно какие. Пускай он здесь побеждает. Пускай он завоюет в единственном числе. Главное, он себя победил уже. Вышел на соревнования. Это огромный стресс для организма. Вот для человека, который не выходил на помост, на сцену. Вот у меня вот несколько человек в этот раз выходили. Я им объяснял несколько месяцев перед этим. Ребят, то, что вы поднимаете в зале, это другое. Вы туда подниметесь, вы растеряетесь. У вас закружится голова, вы забудете все. У вас вылетит все. Вы не будете пару ночей спать. Это я мягко сказал, пару ночей. Кто-то не спит по нескольку месяцев перед соревнованием. Кто-то переживает, варится. Это огромный стресс. Огромный для организма. И формирование характера. Пускай выходят. Пускай есть соперники. Нет, слабые они, не слабые. Я хочу сказать тебе, Наталья, ФПР точно такая же херня всегда была. То есть, в тяжи, допустим, в юниоры брали каких-то детей толстых. Просто, чтобы они приехали, потому что там не больше двух-трех человек было. Всегда. Причем это не только в ФПР. Это было и в борьбе, и в боксе. Это всегда было. Тренеры, вот сколько я помню, на протяжении десятилетий, они всегда боролись за толстых мальчиков, чтобы они приходили, неважно, дадут ему по башке, не дадут, заборят его, не заборят. Он стал чемпионом, призером России. Из трех он стал третьим, он стал призером. Медаль к тренеру. Ну, так кто же сказать, так это же фуфло, это же не медаль. Он не выиграл ни одной схватки. Но он стал третьим на чемпионате России или ОРФО, неважно, региональном каком турнире. Все это очень относительно. 30 килограмм, пожалуй, 50. Екатерине успехов. Я хоть и не спортсмен, но за Екатериной наблюдаю. Вы, конечно, молодцы. Дай вам успех. Дай вам. Спасибо. Привет Тежморскому району. Дело не в боязни, а в том, что перестанут оплачивать перелеты, проживание, питание, стартовый взнос, уйти. Если уйти в альтернативу, то будет накладно. Старты обходятся про себя. Я говорю, слушай, я не знаю, конечно, где тебе оплачивают перелеты, проживание, питание, стартовые. Я сколько знаю, всю жизнь все от этого мучились. Даже если человек уже вывел его на какой-нибудь европейский уровень или Россию, они говорят, ну, пусть летит один в одну сторону. А на тренера денег нет. А в обратную сторону сами найдите, пожалуйста, денег. И потом... А мастер спорта? Сейчас я не знаю, но ФПР 30-ник, по-моему, последняя была. Вот когда я обзор запиливал, там, с год назад, там, осенью, по-моему. Там что-то к 30 или 30 с чем-то за то, чтобы мастера спорта получить. Который ничего тебе не дает, эти корочки. Они тебе ничего не дают. А наши корочки дают бесплатно. Причем даже без допинга до мастеров, по-моему. Даже допинг сдавать не надо. Да нет. Оплачивать? Кому оплачивать? Где ты это нахватался? Ну, вот они вокруг меня все. Никому ничего не оплачивают. Ну, может, единицам каким-нибудь? Может, прям членам сборной единицам каким-то? Ну, так это единицы. У нас 140 миллионов, если что, население. Это единицы. А спортсменов десятки тысяч. Никому ничего не оплачивают. Оплачивают только тренерам. Зарплату. Вот за эту зарплату они грызут глотки всем. За эту зарплату они заставляют, они держат, они не знают, как держать этих спортсменов, чтобы они не расползались. Особенно сейчас. Правильно. Он максимум, он будет заниматься. У него спортивная уже карьера закончится. Он максимум, что выиграл, он стал призером первенства России. Один раз там каким-нибудь. Или вообще там региональным каким-нибудь. Чемпионом один раз стал. А здесь ты ездишь. Ну да, ты платишь. Ну ты платишь за звание, да. Ты платишь. И ты действительно красивую медаль. Действительно красивое звание. Красивые награды получаешь. Еще призовые даже где-то иногда бывают. Постоянно вижу спорды между тягой, сумой и классикой. А что вы скажете? Да без разницы. Кто как привык. Нет уже, мне кажется, давно этих споров. Уже все успокоились. И Белкин, и Кокляевы, и все, кто там. Все это. Ну это Миша больше шумел по этому поводу. Это же опять же амбиции. Это все на амбициях. Вот он больше меня потянул. Поэтому я сейчас объясню, почему он больше меня потянул. Ну такое, как бы, детское. И только я всегда ходил везде, где хотел. Сегодня был на турнире ФПР. Я еще в 2004 году предупредил президиум, что не дай бог, кто-то мне что-то скажет за альтернативу или дисквалификацию. Ну, как бы, Коля, ты, наверное, не таким значимым уже спортсменом считаешь, чтобы тебя кто-то дисквалифицировал. Тем более, что ты как спортсмен в Брянской области что-то из себя представляешь. Ну еще и там как блогер скандальный. Кто с тобой связываться будет? А так, почему ты один? Я в этом году, апрель был Кремлевский жим. Это ВПФ, что ли, как он там, у Соловьева. Они меня пригласили. Я не поехал сам, потому что они разделили экстремальные и обычные экипировочные. А там всего было 3,5 спортсмена. Я поэтому не поехал. Вот это ВПФ, как она называется? Вот Соловьевский, Кремлевский. Ну, короче, как-то что-то там. ВП, чего-то там. Потом в ФПР меня приглашали на турнир Жени Гуляева. Игорь Поделко пригласил. Я по другим соображениям не пошел, хотя должен был. Он мне как бы даже пообещал уже, что поеду. Вот сейчас я выступил по НАП, а через 2 недели я поеду выступать по ВРПФ. А потом еще через 2 недели я поеду в Суздаль по СПР выступать. Так что у меня-то вообще полный спектр. Выступай где хочешь. Много ли в городе пограничников? До хрена. Спасибо. Я мастера бесплатно получил. Тагил ездил, выигрывал. Мне оплатили за все 15 тысяч. Да, не всем это сборникам, но зато есть мотивация по пути сборникам. Ну как вы, блядь. Есть мотивация получить 15 тысяч один раз. Ну охрененно, чувак. Медицинское обслуживание это крайне необходимо. Это тебя на УВЧ и ультрафарес отправят. Я все это проходил. Ты мне не рассказывай. Я 19 лет в ФПР был. Как бороться с грыжами и с болями в спине? Сергей, никак. Закачивай. Все, других способов нет. Просто закачивай тихонечко. Но постоянно. Будет мышечный каркас, будет держать позвоночник твой с грыжами. Ну и боли отпустят. Не ведись на другие предложения, это все бесполезно. У меня сын чемпион России, весит 35. За детский лагерь 19 тысяч. Меня не напрягает, конечно, но вопрос. Мы не думаем о детях, приобщить детей. Приобщить детей теперь дорого? Ну, все зависит к чему, к какому вид спорта. Александр, если ты решишь из него сделать хоккеиста, то сразу приготовься, что будешь ближайшие лет 15 как минимум платить без выхлопа в конце. Потому что одно дело, когда ты просто, то, что я рассказал в начале. Я своих детей вожу, я им просто делаю жизнь интересную. Вот мой младший сын, он весь мир со мной проехал по соревнованиям. Ну и выступал как бы. Я как бы, конечно, для себя ездил, выступал. Ну и приятно то, что и он выступал, и он что-то видел. И он до сих пор мне вот сейчас благодарен. Сейчас вот ему 25-й год пошел. И он такой, папа, блин, я как, как я рад, что я мир посмотрел. Что я поездил. Что хотел он в Пис-Пис смотрел в основном всю дорогу. Но тем не менее, вот даже осознание того, что он там везде был, во всех этих странах приличных каких-то там Канада, Америка, Англия, по Европе. Вот ему приятно сейчас. Он благодарен за это. Он покатался. Ну, не обязательно, даже, наверное, совсем не нужно этот спорт потом делать делом своей жизни. Мне кажется, это такой себе выбор, потому что это нищета. Прямо изначально это нищета. Если у вас есть возможность зарабатывать, то это хобби должно быть. Любимое хобби. Больше никак. По-другому никак. А если вы своего ребенка тащите потом с планами, что вот он станет чемпионом и там станет чем-то, чем-то, ни хера ничем, во-первых, не станет. Во-вторых, к 20 годам, к 25 он все равно все это забросит. Как бы, и что? Никаких плюшек от этого не будет. Все должно быть в удовольствие. Я помню, у меня товарищ, он уже был миллионером. Прямо настоящим долларовым миллионером. И он отдал сына в хоккей. Я говорю, зачем ты это сделал? Ему там 4 года было. 4,5 года было. Он его в 5 утра возил туда на тренировки. Я говорю, зачем? Ну вот, вдруг получится из него хоккеист, а потом он в КХЛ попадет, в НХЛ попадет, а потом в Канаду. И я глядю, что туда уехать. Ты и так можешь туда уехать. Нахрена столько сил. Зачем такие сложные схемы делать? Ну вот надо эго свое еще, чтобы вот мой сын стал там чем-то. Вот. В альтернативу. Ради бога. Пусть он станет хоть кем. Кем-то станет, вы гордитесь. Все. Вот мой сын. Вот я горжусь. Мне никакого толку от того, что у меня Артем там вот в 16 лет стал МСМК. Мне очень хотелось, чтобы именно в 16, до 17 вот он успел сделать. Мне приятно, что вот я смог, как тренер, реализовался. Хотя, блин, я реализовываюсь уже там больше 35 лет. Ну вот хотелось. Хрен знает. Зачем? Не знаю. Ему вообще то же самое. Может он потом, лет через 5 вспомнит и будет спрашивать. Папа, что я там? Я же выигрывал. Да, я там что-то чемпионат мира и Европы там выиграл. Ну да, что-то выигрывал. Но ни тепло, ни холодно. Не надо так далеко смотреть. Прям вот туда-туда. Сейчас вот он у меня, вот он стал там кем-то. И вот что-то какие-то там плюшки у него. А потом ничего. Потом с чистого листа. Он вылупится, из вашего гнезда вывалится и с чистого листа пойдет жить по новой. И всем пофигу будет. Что он там поднимал, он бил, он там кого-то. Огромное спасибо за турнир эмоций. Пожалуйста, сам получал удовольствие. Спасибо. У меня как раз это хобби, оплачиваемое мной же. В свое время было два рекорда в ВПЦ. Сейчас, наверное, уже не у меня. И все, больше нечего достигать. Хотя результаты далеко не предельные. Если бы было еще перспективы, была бы отличная мотивация. А так, рекорд есть, титул есть. Все эволюционные. Да перестань, какой эволюционный тупик. О чем ты говоришь? Посмотри на Катю Зайцеву. У нее вообще тогда перспектив нет. От слова совсем. Прям вот. Самый сильный человек России, она уже хрен знает сколько раз. Даже не считала сколько раз. Причем и по жиму лежа, и по силовому экстриму. По силовому экстриму все рекорды. Просто их нет. Вот любой рекорд какой-нибудь. Был бы какой-нибудь рекорд. Она смотрит такой. Ага, вот они что-то там 8 килограмм потянули. Какие-то там трактора, машины. Вот что-то 17 в Казахстане. Ну, давай мы потянем. Ну, давай. 24 тонны потянули. Вот. А что там еще? Камни. Кто камни будет? 120 камень перекидывает атласа. Луклифт вот сейчас. Ну, давай, ну, что? Сколько у меня там? 112? Ну, давай на 115 попросим. Или по гире. Давай лучше по гантелю потолкаем. Толкаем рекорд России сделаем. Ну, давай. Сколько у меня там было? Сейчас посмотрим. Никому нахрен не нужно эти рекорды России. Вот она. Года 3 назад мы просто взяли. Приезжал еще Мишка Кляев со Славой Максютой к нам. Они зафиксировали. У нее толчок. Я не помню. По-моему, 55 на разы, по-моему, затолкал. Ну, давай, может, гантелю. Ну, блин, гирю. Ну, может, ее везти в Питер надо. На Кубок Мира. Ну, хрезно. Ну, давай луклифт. У них есть. Вот у Васи звонит. У нас только мужской луклифт. Да давай мужской луклифт. Мы привыкли к мужскому луклифту. Так у нее вообще давно должен быть тупик. У нее вот сейчас, если она 300 пожмет, в мире вообще никто этого веса не жал. Совсем не то, что в ее весовой категории. Совсем никогда. Ну, так человек скажет, ну, блин, какая она? Так не за кем гнаться-то. Че я? Нахрена я что буду делать? Мотивация всегда есть. Можно всегда найти. Можно найти соперниц в Америке. Можно найти весовой. Можно найти в абсолютной. Можно в каких-то других движениях. Где угодно. Всегда можно найти, к чему стремиться. Было бы желание. А если вы приходите в зал, и вы там одна самая сильная, ну, наверное, да. Вы даже начинаете верить, что действительно вы одна там из сильнейших. Или самая сильная. Заставляю. Сам может спасибо за наставление. Сын тоже смотрит. Икач. Я уверен, что сын просто трется возле папы. Это самое главное. Самое главное. Коллектив. Атмосфера. И чтобы папа рядом был у ребенка. Это самое-самое главное. Так, ну все. У меня вопросов нету больше. Минутку ждем. Если что. Напоминаю, в конце лета будет соревнование. Десятого, кто близко тут к Магнитогорску. Десятого июня мы бежим вокруг Банного. Забег на там не то 12, не то 14 километров. Я не знаю. По пересеченке, по горам, по долам. Вокруг озера. Посвященный Диме Луневу. А на другой день мы летим в Питер. Выступать. Жать. Пауэрлифтеров. Почему возник Хаммер уже несколько лет в НАПе. Кате уже нужно попробовать иступить по жиму среди мужчин. Допустим, категории ниже ее. Ренат, это не новость абсолютно. Мы даже предлагали несколько раз в силовом экстриме. Даже вот Рязань, по-моему, какая-то там косопузая. Мы посмотрели. В 80-е, что ли, там, или 82-я мужчины категория. А женская нет. А она очень хотела туда, в эту Рязань попасть. И даже предлагали. Давайте мы выступим с мужиками. И она даже, я думаю, там, ну, может, если не выиграла бы, то в призах точно была. Но я думаю, что мужчинам это будет не очень, выступать с женщиной в одной команде. И, ну, нам так и сказали вроде бы, что как-то, наверное, это будет выглядеть не очень. А так-то с мужчинами, да, наравне, конечно. Она давно уже бы наравне бы выступала. Но все-таки она девочка. Спасибо, Евгений. Коля, насчет сам ничего не поднимал. У нас полно таких спортсменов, которые сами ничего не поднимали. Я пальцем прям не буду показывать. Но у нас до хрена таких, которые сами ничего не делали. Хороший организатор там, или даже просто какой-то... Я ничего не хочу сказать, кстати. Я вообще Александра не знаю, поэтому... Как бы, ну, так вот, вроде он доброе дело сейчас делает для НАПА. Если получится, будет вообще здорово. Андрей Дворч, мотивацию для сына. Ну, кстати, хорошо, что у нас исключительно спортивный стрим получался. Поменьше блевотина. Этой жести, которая у нас происходит. Она у меня за неделю накапливается. И я каждый раз, мне кто-то скидывает информацию. Я каждый раз думаю, ну, вот сейчас в стриме, вот вам для стрима там что-то. Я записываю там, со своими пометками делаю. А потом понимаю, что за неделю столько произошло, что смысла никакого нет об этом говорить. Спасибо, Олибек. Я прошу прощения за нескромный вопрос. А Кате как-то ее достижения оплачивают? Могли бы квартиру дать, например, чемпионке? Она, наверное, одна в Магнитогорске такая титулованная. Я думаю, она не в Магнитогорске. Я думаю, она в мире одна такая титулованная. Чтобы и по пауэрлифтингу, и по силовому экстриму, и даже умудрилась там по боям выступить у Амирама. Неплохо. Но нет, ничего. Ничего совсем. Самый максимум, что мы можем, это иногда выдрочить для нее какие-то самые дорогие поездки куда-то там на Арнольд или на Мистер Олимпия. Но это максимум один или два турнира в году, а у нас их 10. Все остальное за свой счет. Вот она три дня назад там сдавала кровь. Вот сейчас она на больничном, тоже такой непонятненький больничный себе сделала, чтобы немножко хотя бы отдохнуть. А так каждый день на работу инженером. И единственное, о чем она даже просит руководства, вы хотя бы сохраняйте мне зарплату, когда я уезжаю на соревнования. Но пока, к сожалению, и это не всегда получается. Если человек пять дней пропустит, допустим, на поездке, а потом, соответственно, там на 20% получит меньше зарплату, для нее это очень существенно. Хотя зарплата, конечно, на комбинате мизерная. Хотя все относительно. Я думаю, что в других городах, я думаю, у нас с городообразующими предприятиями еще хуже. Коля, ты бы с ним поговорил, пообщался бы с ним, у вас же никаких проблем. Вот он у меня где-то здесь, в подписчиках, он сегодня мне звонил, писал, поздравлял. Поговорите друг с другом. По идее, Катя должна квартира в каждом городе России быть. Ну да, наверное. Зимой зал, летом какой лучший режим тренировки? Да, зал никто не отменяет никогда, ни зимой, ни летом. Во всяком случае, в нашем виде спорта отвыкание от железа, от нагрузок наступает моментально, от весов, от больших просто. Просто от больших весов моментально наступает. Вот ты сейчас держал эти 300 килограмм и абсолютно комфортно себя чувствовал. Вот ты месяцок-полтора не подержал, и тебе уже страшно. Все уже, и организм начинает сопротивляться, включает защитный режим, и ты уже опустить не можешь, и пожать не можешь, и тебе уже страшно. Вы не боитесь, что вас закроют за ваше смелое, открытое мнение, за нашу власть? Не боюсь. Они уже делали все попытки и продолжают делать, и дела там шьются, Александр. Там все прям и в отделе по экстремизму, и в прокуратуре, и в суде лежат сейчас по фейкам на вооруженные силы. Там государство не дремлет, не переживай. Просто, может быть, ему пока не до меня. Все равно я все-таки верю, что таких, как я, много в стране. Хотя, с другой стороны, вот они, где эти все любители вакцин. Почему они все молчат? Почему никто, ни одна сука не скажет? Ребята, нас же развели, нас же вот что-то там у нас воткнули не то. А их же миллионы, которые сейчас страдают после этого ковида, болячками всякими. После вакцинирования, я имею в виду. Нормально все? Все проглотили, все сховали. Все, мы начинаем не в ту сторону. Я сам начинаю не в ту сторону, кстати, уводить. Поэтому дайте, пожалуйста, напутствие молодым. Молодым спор, вы же пример, лучший пример. Я передам, малыш. Какое напутствие, Александр, перестань. Когда молодые слушали старых. Это несовместимые вещи. Молодые советы старых. Никто не слушает. Если бы слушали, мы бы не жили все время в таком говне. Люди, к сожалению, с очень короткой памятью и с нежеланием прислушиваться к чужому мнению. Придет время, они пройдут по своим граблям. Они все, сами все поймут. Все, ребят, всем пока. Всем спасибо за стрим. Увидимся в следующее воскресенье. До встречи. С вами был Андрей Полей.